Юлия и Стефан Палацотто в браке уже несколько лет, а вот в России вместе живут лишь третий год. Еще в студенчестве Юлии предложили отправиться во Францию, поработать гувернанткой. Девушка охотно согласилась. После года жизни в семье поехала покорять местный университет, правда, безуспешно. А вот с амурными делами повезло больше. В Пятой Республике Юлия нашла свою любовь дизайнера Стефана. После нескольких лет совместной жизни во Франции супруги решили переехать в Россию. Нам сейчас на данный момент здесь комфортно. Мы себя чувствуем здесь комфортно. Ребенок у нас занимается на нескольких секциях. Ходит в русскую школу. Русская школа мне тоже больше нравится, потому что она достаточно традиционная для меня. Французская школа была немножко такая. Мы ходили в публичную школу, не в частную. Школа, конечно, не единственная причина, по которой Чита Палацотто решилась на столь серьезный шаг. Казалось бы, переехать из Европы, колыбели цивилизации, в Россию, да еще и не в столицу, полное сумасшествие. Однако, как утверждают супруги во Франции, проблем ничуть не меньше, чем в самом большом государстве на земле. Высоте налоги, дорогое здравоохранение и коммунальные услуги, не говоря уже о ценах на недвижимость. Да и русская культура и особый менталитет оказался ближе по духу не только Юлии, но и Стефану. Когда я первый раз приехал в Россию, впечатление осталось достаточно хорошее. Жизнь показалась намного дешевле, чем во Франции. И оказалось, что для работы здесь намного больше возможностей, чем там, где я жил во Франции. Для того, чтобы русские иммигранты постепенно возвращались на родину, государство запустило программу по добровольному переселению соотечественники. В 2019 году к ней присоединится Ивановская область. По упрощенной схеме гражданство смогут получить лица, проживающие за рубежом, а также члены их семей. Полностью будут компенсированы все затраты на переезд, но это за счет средств федерального бюджета. За счет средств областного бюджета, с учетом софинансирования федерации, мы планируем только оказание материальной помощи отдельным категориям участников программы. В Ивановской области не питают надежд на возвращение граждан, которые уехали работать в Европу или Америку. Бесплатный авиабилет в один конец их не заинтересует. Целевая аудитория – жители постсоветских республик. Планы на 2019 и 2020 годы – 300 переселенцев плюс члены их семей. У нас в период распада Советского Союза, очень много наших специалистов осталось за рубежом. И в силу определенных своих, может быть, даже связей семейных, уехали молодые специалисты Иваново, уже у нас все-таки город вузов. И когда специалисты уезжали в соседние наши республики, жили там какое-то время и понимали, что хотят вернуться домой, в родной город, в родную область, в родной регион, я думаю, что такие специалисты найдутся. Стефан и Юлия о программе «Соотечественники» не слышали, да и вряд ли воспользовались бы. Жизнью в России, в частности в Иванове, вполне довольны. Конечно, время от времени возникают мысли, не вернуться ли обратно. Стефан скучает по французской архитектуре, пейзажам и гастрономическим изыскам. А Юлия, в свою очередь, вспоминают пословицу «Хорошо там, где нас нет». Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.